С добрым утром, дорогие братья и сестры! Мир вам и Божие благословения! По чину ритургии святого Иоанна Златоуста, после присуществления святых даров, исполняется песнопение «Достойный есть» или другое песнопение, которое называется «Задостойник». Оно поется в двундесятые праздники, их двенадцать великих праздников, каждый из них имеет попраздненство. И вот в те дни, когда праздник и попраздненство двундесятого праздника, поется «Задостойник». «Задостойник» это тоже песнопение в честь Богородицы, это девятая песня канона праздника, ну и в нашей русской традиции к нему еще поется припев, первый припев на девятой песне канона. Когда подойдет тот или иной праздник, мы с вами об этом поговорим поподробнее. А вот теперь я хочу сказать, что в это время совершает священник в алтаре. Перед тем, как хор запоет «Достойный есть», священник совершает такую молитву. «Обращаясь к Богу, Он говорит, «Еще приносим Ти, то есть Тебе, словесную сию службу о иже верепочивших правоцах, отцах, патриарсах, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистях, мученицах, исповедницах, воздержницах». То есть в постниках. А священник продолжает начатую молитву о святем и они пророцах, то есть мы тоже приносим к Богу молитву. Их призываем себе в помощники, в молитвники о нас. «О святем и они пророцы, притечи и крестители, о святых славных и всехвальных апостолях, о святем, его же и память совершаем». И здесь называются имена тех святых, которые находятся в святцах в этот день. «И о всех святых твоих, их же молитвами посети нас Божие». И дальше совершаются внутренние тайные поминовения усопших наших близких и тех, за кого принесены записки, пожертвования, а затем о здравии. Когда священник сначала поминает усопших, он говорит «И помяни всех усопших о надежде воскресения жизни вечная. И упокой их, и держа пресещает, то есть постоянно сияет свет лица твоего». И о здравии он говорит. «В первых, в имени Господи, святейшего патриарха, затем правящего епископа. Их же даруй, святым твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово твоей истины». Почему особенный делается акцент, перед этим читается тоже так же тайная молитва о плавающих, путешествующих, о всех тех, кого упоминаем на Великой Книге. Почему делается акцент особенно на предстоятелей церкви? Вспомните слова Христа. «Поражу пастыря, и разбегутся овцы». Вот поэтому наша задача каждого христианина, будь он священником, монахом или просто мирянином, если это верующий человек, молиться за предстоятеля церкви и за наше духовенство. Пастыри. Если их поразит дьявол, разбегутся овцы. Хор припевает, но это опять же в нашей традиции, на архилейской службе, на протодиакон возглашает, обобщая все прежде сказанное и всех, и вся. Вот такое маленькое, незначительное, по продолжительности времени, песнопение. В знаменном распеве, я сыграю с гармонизацией, оно звучало так. А в обиходе нотного пения, одноголосном, синодального издания, есть еще и такой, сейчас уже практически никому не известный, распев, который прилагается после песнопения достойно есть болгарского распева и такого же болгарского распева и всех, и вся. Такой для нас несколько необычный напев. Сейчас, как правило, поют по скору и на трех аккордах. И всех, и всех, и всех, и всех мужей, и вся, то есть и всех лиц женского пола. Просим Господа о помощи. До завтра. Всего вам доброго, братья и сестры. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры Чайка, ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, воздвижения Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Вородинскую битву. И 27 ноября. Это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Песнопение, тоже в преддверии Рождественского поста, песнопение из Литургии Святого Иоанна Золотоуста, накануне память которого празднуется Рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу. Субтитры создавал DimaTorzok